Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске! Террамобил на Янаульской 1А Сектор земельного контроля отчитался о количестве участков, которые удалось вернуть в муниципальную собственность за 8 месяцев этого года без малого 94 тысячи квадратных метров. Но что толку, если долги по ним остаются на совести бывших арендаторов, а это более 300 миллионов рублей? Исков и взысканий поданы на сумму всего 50 миллионов. Выбивать деньги с неплательщиков получается хуже, но мнения депутатов разделились. Они возвратили очень много земельных участков, и в гектарах, и в квадратах. Тоже неплохая работа отдела еще. Кто не говорит, что работа отдела плохая? Ну, она уже есть, но это хорошо. Единственное, что если нам говорят на одной комиссии, что это должность перед городом больше 200 миллионов, а на другой комиссии нам говорят, что мы подали иск на 50 миллионов, то есть в 4 раза меньше, то тут нет, есть нестыковка. Да и сам процесс возврата земли идет со скрипом. Слишком много несогласованности в действиях. И хотя работу сектора в целом одобрили, депутаты внесли свои пожелания. Выстроить нормальную, такую, скажем, практическую работу с судебными приставами, с прокуратурой для этого округа, чтобы у нас по каким-то земельным участкам, которые мы, в частности, рассматривали, на профильной комиссии не возникало споров относительно того, кто какие действия юридически должен предпринимать по возврату этих участков в муниципальную собственность. Для того, чтобы добиться взаимопонимания между властью и народом, решили ввести посредника. В Амзе, Тышки, Новой Энергетике и Хмелевке появятся сельские старосты. Они будут озвучивать чаяния людей властям города. Правда, в каждом поселении для этого уже есть начальник по работе с территориями. Но, видимо, необходимость в старостах назрела. Избирать их будут на общем сходе жителей. Заговорили на заседание о расширении дорог на старейших городских улицах. Также необходимо планировать расширение улицы Строителей и улицы Парку со стороны центрального рынка. Комиссия была внесена в предложение по организации стоянок для автомобилей около футбольного поля и магазинов по улице Ленина четким размеченным парковками. Идею поддержали. Еще один вопрос касался общественного транспорта в новых микрорайонах. А именно, маршрут номер 9 планируют сделать длиннее. Эти автобусы могли бы забирать жителей новостроек в районе Телевышки и продолжение улицы Ленина. О чем люди просят давно. Но случится это не раньше, чем достроить дома в микрорайонах 13 и 14, появится дорога до Телевышки с остановками и разворотом для автобусов. На одной из прошлых сессий у нас Марсель Мазгарш пообещал, что в этом году зимой, даже если не будет дороги, то будет разворот. Чтобы автобус мог забираться для жителей города. Что в итоге-то, к чему пришли? Будет в этом году зимой автобус ходить или нет? На данный момент, значит, изготовлен проект, проведена экспертиза по строительству продолжения проспекта Комсомольский до Телевышки. По мере финансирования будут начаты работы. Пока идут переговоры госкомитетом по транспортным и дорожным хозяйствам. Может быть в этом году, а может быть и в следующем. Дело сдвинется. А пока людям предстоит по-прежнему ходить по заснеженным полям зимой и непролазной грязи в межсезонье. Вопросы остались и будут обсуждаться дальше, но уже без двух депутатов. Руслан Шаяпов и Александр Алексеев отныне представляют интересы города в Государственном собрании Крулта Республики, куда были избраны 9 сентября. У нас есть хорошее, как говорится, подспорье, что в ближайшие 5 лет мы с ним будем, не только они с нас будут спрашивать, но и с ним тоже будут спрашивать. Разрители города оказали вам такое большое доверие, поэтому успехов вам в работе, работа важная, творческая. По количеству избранников от муниципалитета Нефтекамск занимает второе после Уфы место. Первое заседание обновленного Крултая состоится уже в эту пятницу. Предложение отпустить коллег в большое плавание депутаты поддержали единогласно.